Погоду жители домов по улице Суворова в Кохме определяют по состоянию грязи за окном. Сейчас, например, она густая и вязкая. Вчера замерзала, поэтому был каток. На улице 80 домов живут и пенсионеры, и многодетные семьи. И все уже много лет ждут, чтобы направление превратилось в дорогу. Но власти к мольбам остаются глухими. Обращалась я к Корню Владиславу Яковлевичу. Он усмехается надо мной на приеме и говорит, что у него денег нет на ремонт дорог. А, причем мне сказал, а что вы хотите? Я же вашу улицу, вот этот участок звездный, отсыпал, говорит, гравием. Я говорю, пойдемте посмотрим, какой гравием. Покажите мне, пожалуйста. Улица Суворова в Кохме на Атшибе. Это глубокий частный сектор. И рука администрации до сюда не дотягивается. Как только кого депутаты выбирают, они приходят к нам, пожалуйста, книжки свои дают. Ну, самые фотографии показывают. Давайте нас выбирайте, мы все сделаем. Как выбрали, так тишина. Только их дома хорошие сделаны и подъезды. А нам фиг чего. Как ходили, так и ходим по этим кочкам. Перечислять проблемы жильцы не устают. С гололедом коммунальщики не борются, с лужами тоже света нет. Ходить страшно. Лишний раз местные по возможности стараются дома не покидать. А автолюбители не вылезают из автосервисов. Хотели со своими силами, хотели добавить как бы по деньгам, чтобы здесь отремонтировали в итоге. И даже это у нас ничего не ремонтируется. Никаких действий нет. Проблема дорог стоит очень острой. Даже болезненно. Владимир только за вчерашний день упал три раза. Я уже себя ничего не говорю. Вроде спортом занимаюсь, бегаю. И то бывает упадешь. А вот и женщины идут с маленькими детьми. Вот за них обидно. Могут сильно упасть и спачкаться. Идут в чистом во всем. Улица длинная. До самого края идут. И думаешь, как дойдут? Не знаю. После такого усиленного внимания со стороны СМИ, власти Кохмы ситуацию прокомментировали. Ежегодно после того, как заканчивается зимний сезон, сходит снег, мы проводим мониторинг всех дорог частного сектора. И определяем самые такие первоочередные, которые нуждаются в подсыпке щебельных гравий. Мы будем обещать, что после зимы мы посмотрим на состояние дороги просто-напросто. И не только этой дороги, а всех дорог городского округа Кохмы. И которые будут нуждаться в ремонте, в ямочном ремонте, подсыпкой щебнем, будем подсыпать. Уставшие от обещаний жители района останавливаться не собираются. Хотят сменить уличкома, требуют отставки Владислава Корня и обещают, что если вопрос не решится, они дойдут до Первого канала. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кохма.